МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможно, повышение безопасности. Просто там в этой трагедии погибло очень много молодых. Да, хотелось бы выразить соболезнование и поддержку всем, кто связан так или иначе с этой трагедией. Я думаю, что да, у молодежного парламента будет пленарное заседание скоро. И на пленарном заседании, думаю, этот вопрос также будет обсуждаться и по мерам, которые в Кировской области могут быть предприняты по линии молодежного парламента. Возможно, с инициативой какой-то выходить, направленной на повышение безопасности. Я думаю, что да, у нас есть профильный комитет, который занимается этими вопросами. Я думаю, что это будет в сфере его внимания, безусловно. Ну и переходим уже непосредственно к проекту «Права человека, доступные детям». Перед нами вот такая краткая презентация этого этапа, как будет проходить проект. Ну, вам, собственно, и слово сейчас. Что это такое в общем и целом? В общем и целом, это проект, который называется «Права человека, доступные детям». Он направлен на повышение информированности о правах человека и о правах ребенка наших школьников с 8 по 11 классы прежде всего. Мы будем ездить и уже ездим по школам города и Кировской области, в частности, в Слободской район. Мы охватываем одну школу. А в Слободском районе где? Деревня Стулова. Стулова. Там есть школа, достаточно большая, насколько я знаю, там учатся примерно 500 человек. Но эта школа стала базовым центром для всего Слободского района. То есть мы ранее там проводили также свои занятия. И там участвуют школьники не только в деревне Стулова, но и всего Слободского района. В частности, город Слободской. То есть ребята приезжают, приезжают сами или организованно? Сами. Это проходит обычно по выходным дням. Например, суббота. Они сами после уроков приезжают. Им интересно, они участвуют. А почему не в Слободском непосредственно? Ну вот потому что у нас связи с деревней Стулова Слободского района. То есть это уж традиционно так возникло, да? Да, так традиционно возникло. Там сильный преподавательский корпус. Они участвуют в олимпиадах областного межрегионального уровня по нашим дисциплинам. И выигрывают достаточно серьезные места. Роман, по названию проекта такой вопрос возникло. Это права человека, доступные детям. Понятно, что дети определенных прав пока не имеют, пока не достигнут возраста совершеннолетия. А вообще вот понятие о правах человека у нас очень многогранное. Есть права человека, прописанные у нас в Конституции, условно говоря. Есть права человека, прописанные в Европейской там хартии по правам человека, где-то еще. Вы с какой точки зрения будете это освещать? Да, то есть права, про права. Что такое права? Это в общем и целом как общо. Да, это очень общее понятие. Мы хотим сказать, да. Вы знаете, наверное, концептуальную точку зрения. То есть права человека как концепция, как определенное мировоззренческое явление. То есть это не легистика, то, что мы любим. Вот у нас сегодня там есть статья опять Гражданского кодекса обычая. Раньше она называлась обычая делового оборота. То есть мы не будем брать именно вот эту козуистику, именно какие-то тонкости. Мы будем в целом смотреть на это явление, как оно возникло, на историю прав человека, возможно, на историю правозащитного движения. То есть что это такое в принципе, какие есть основополагающие документы, там всеобщая декларация прав человека и так далее и тому подобное. То есть мы будем брать с точки зрения различных явлений и психологии, и философии, и социологии, и права, и истории. То есть мы будем смотреть на это явление с разных точек зрения. А это такой образовательный проект получается скорее? Да, безусловно. А я же не практический, я имею в виду. Ну, мы будем сочетать разные вещи. У нас запланировано проведение олимпиады по правам человека. Там будет больше практических вещей. То есть это олимпиада-тренинг, там мы непосредственно будем прорабатывать какие-то базовые компетенции в сфере прав человека. Например, навык работы с документами. Будем какие-то кейсы показывать. Вот есть такое-то решение, допустим, Европейского суда по правам человека или Конституционного суда России. То есть будем разбирать и какие-то вещи, которые могут быть практикоориентированные. Но в целом это попытка посмотреть на уровень, провести мониторинг подготовки школьников в сфере прав человека. Знают ли они вообще, что это такое, и если знают, то какой у них уровень представления об этом. Все кировские школы именно в областном центре попадут в этот проект или только избранные? Те, кто к нам обратятся за помощью, те, кто захотят принять участие. То есть инициатива должна все-таки от образовательного учреждения исходить, да? Безусловно. У нас есть несколько базовых школ, с которыми мы будем работать, но мы будем рады приехать. То есть, извините, Роман, просто насчет базовой школы, вот как насчет Стулова тоже. Базовые — это эти школы, с которыми вы уже имеете опыт работы, да? Да, совершенно верно. То есть они базовые для вас? Они базовые для нас, и у них углубленное изучение отдельных предметов. То есть у них углубленное изучение — это право общества, знание истории. То есть ребята там нацелены на это. Но мы готовы сотрудничать с любыми школами, если будет такое желание у учеников или у родителей, или у администрации, или у учителей, и к нам кто-то обратится, мы с удовольствием приедем в любую школу города Кирова, прочитаем вводный курс, какую-то базовую лекцию, пообщаемся с ребятами и ответим на все возникающие вопросы. Ну вот в данный конкретный момент можно к вам обращаться, да? Конечно, безусловно. Чтобы сейчас руководителям школ так подсказать. Да, конечно, конечно. Нет, ну у проекта есть какие-то сроки? Да, сроки реализации проекта. Проект рассчитан примерно до мая месяца. До конца этого учебного года, да? Да, до конца этого учебного года. А к тому, что если кто-то хочет обратиться, то он, наверное, стоит уже и поторопиться. Конечно, то лучше не откладывать это на дальний срок, лучше сделать это сейчас. Мы также предоставляем школам методические какие-то разработки, то есть мы приезжаем, показываем, какие у нас есть там парошюры, блокады, все это оставляем. Это можно использовать учителям в своей деятельности, в своих уроках. Когда непосредственно занятия начнутся, или они уже идут? Они уже идут в каких-то школах, в каких-то вот еще будут начинаться в ближайшее время. А вообще как это выглядит? Вот приезжаете вы в школу, да? Вот это кто, во-первых, приезжает? Кто участвует в школе? Великой команде. Да, команда проекта какова? На сегодняшний момент в команде проекта у нас 5 человек. Это или школьные учителя, так или иначе прошедшие определенную подготовку. То есть не просто из школы сразу вот права человека. Это люди, которые там учились дополнительно какие-то выездные семинары по правам человека, межрегиональные, все российские, а может быть и международные. Это тренеры в области неформального образования, то есть люди, которые занимаются... Что такое неформальное образование? В нашей стране это называется дополнительное образование. А, дополнительное образование, понятно. Да, но вот если мы смотрим на опыт Совета Европы, то это называется неформальное образование. То есть это привитие основных базовых компетенций типа критическое мышление. То есть непонятно, как можно считать. Как-то я не знаю, насчет критического мышления нашего дополнительного образования. Вот в этом есть проблема, что как можно считать критическое мышление частью дополнительного образования. Это одна из основополагающих таких вещей. А мы считаем, что это подождет вне рамках школы. Я не слышал вообще, чтобы у нас где-то кто-то развивал критическое мышление. Ну, совершенно верно. Вот в этом есть проблемы. И поэтому наш проект, так как связан тесно с Советом Европы, с их практиками, то мы, в частности, смотрим и на такие компетенции, как развитие критического мышления. А вообще, Роман, вопрос такой. Вот я не знаю, может быть, тут еще и до эфира мы об этом говорили. Сейчас вот такие отношения в России к таким понятиям, как Совет Европы, Парламентская Ассамблея Совета Европы, там Европейский суд по правам человека, довольно, скажем так, критичные. И у руководства, скажем так, страны, да, и у населения, которое следит за политической такой жизнью, не боитесь, что вот вас неправильно поймут? Ну, и к тому же стоит вспомнить, что не так давно приоритет международного права мы слегка пошатнулось. Вы знаете, есть политика, а есть право, да. Они, конечно, между собой взаимодействуют, но, тем не менее, мы их стараемся разделять. Что касается Совета Европы, то у нас есть, например, такой документ, который называется «Концепция внешней политики России», утвержденный президентом России. И там как рассказано, что нужно укреплять взаимодействие с Советом Европы как уникальным инструментом, который с помощью конвенции воздействует на государство. В принципе, у нас 16-й год, год 20-летия был членство России в Совете Европы, 17-й год, год 20-летия сотрудничества Совета Европы, молодежного сектора с Российской Федерацией. И в этом году активность сотрудничества продолжается. То есть, все-таки, вот, надо разделять немножко политический аспект и правовой. Мы продолжаем сотрудничество, хотя некоторые наши руководители критически отзываются о деятельности Совета Европы. У меня-то, как бы, вопрос возник, что насколько этот проект живуч, вот такой ситуации. Ну, мы сотрудничаем не только Советом Европы. Я могу сказать, что мы в пятницу отправили информационные письма в ООН и в представительство ООН в Москве, в информационный центр ООН в Москве. Мы просим оказать их методическую помощь проекта. То есть, мы будем рассказывать не только про Совет Европы, но и про ООН, про ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, про различные другие международные органы и так далее. И про национальную систему права. То есть, это Конституция России, какие-то базовые законы. То есть, это в целом проект, который связан не только с Советом Европы, но и с многими другими международными организациями. 8-й, 9-й, 10-й, 11-й класс, да, вы сказали. А что в эти годы ребятам мало рассказывают о праве, о нормах права? То есть, недостаточно вы считаете все-таки? Да, да. Вот есть такое понятие, называется юридическая аксиология. Аксиология — это наука о ценностях. Мы очень мало говорим, в том числе и в школе, о ценностях. Я сам недавно закончив школу, сейчас являюсь экспертом Государственной Думы России по образованию. Вижу, с чем мы работаем. К сожалению, ценностям уделяется мало времени. Мы вот больше занимаемся в рамках школы вот этой казуистикой, учим детей какими-то нормами, которые на сегодняшний момент работают, а завтра их могут отменить. То есть, мы прорабатываем какие-то моменты, которые можно на самом деле прорабатывать меньше, уделять время больше каким-то ценностным понятиям, там, достоинства личности, да, что такое права человека в целом и так далее и тому подобное. То есть, вот этому, к сожалению, уделяется внимание мало. Ну и работая со школьниками, мы это видим, они это подтверждают, что действительно им хотелось бы, чтобы этому уделялось больше внимания. И все-таки у нас, извините, что перебиваю подход, интерактивный и активный. То есть, мы больше не стараемся читать лекции, а именно как-то практикоориентированно подходить к этому. Это дискуссии, это дебаты, это ролевые игры, в том числе судебные игровые процессы и так далее. То есть, мы стараемся привнести какой-то блок интерактива, чтобы это было интересно. Я думаю, что в этом чуть-чуть попозже, после маленького перерыва, поговорим как раз об интерактиве. Роман Гараев в нашей студии, член молодежного парламента нашего региона, руководитель проекта «Права человека. Доступные детям». Проект уже реализуется не только в областном центре, но и в Слободском, школа, да, в Стулово присоединилась к вам. Итак, блок, проект включает в себя три блока, считаю я. Читаю я просветительский лекционный блок, проведение практической игрового цикла мероприятий. Вот, видимо, это и есть самый интерактивный. Да, вот о чем мы начали говорить до перерывчика. Да, давайте поподробнее. Проведение практической игрового цикла мероприятий подразумевает практические занятия, которые направлены на закрепление материала, который мы проходим в рамках лекционного блока. То есть это могут быть различные игры, модели обучения типа мозгового штурма, когда мы делимся и пытаемся найти решение проблем. Это модель перевернутого класса. Это как? Перевернутый класс — это модель обучения, которая используется в Германии, она оттуда появилась. Это когда дети дома изучают материал, а в школе они приходят, они его обсуждают. То есть наоборот, они дома читают, а приходя в класс, они обсуждают то, как они это поняли, и происходят непосредственно связи наоборот. То есть это достаточно актуально, сейчас много где применяется. Ну, по крайней мере, в Европе, Совет Европы активно это использует. В Москве, я часто бываю, тоже используется данная техника. Ну и различные другие. То есть мы повышаем мотивационные установки обучающихся, чтобы им стало интересно, и чтобы они сами могли это изучать, уделять в свободное время праву и тому, что их заинтересовало. То есть возможно изучение какой-то конвенции на правах ребенка, какого-то механизма или там национальных каких-то вещей. То есть им интересно, как Государственная Дума работает. Мы можем их познакомить с этим и так далее, и тому подобное. Я бы как раз хотел спросить немножко более такой конкретики, что ли. То есть все это как бы понятно, все это красиво звучит. Но вот условно говоря, как вот конкретно выглядит тот же мозговой штурм, какой-то конкретный решатель, о чем вообще речь идет? Какой-нибудь пример приведите, что вы обсуждаете со школьниками? Ну в данный момент у нас идет первый блок, это простец коллекционный. То есть ко второму мы еще не переходили. У нас есть различные методические разработки. И мы сейчас вот совещаемся, думаем, какие лучше кейсы предложить и как это сделать. Ну допустим, модель перевернутого класса, это возможно дать какое-то судебное решение. Какое-то известное, интересное, которое СМИ освещали. Да, дать детям какую-то фабулу дела. Ну понятно, не сами потеряли. Ну связанную с правами человека. Да, безусловно, да. Чтобы дети это изучили, высказали свое мнение. Допустим, дальше мы делаем игровой судебный процесс. Кто-то сторона обвинения, кто-то сторона защиты, кто-то судьи. И вот происходит таким образом, что дети меняются мнениями. Как они считают, правильно поступил суд неправильно, как бы они поступили на его месте и так далее и тому подобное. И мотивирует, да, вот свою точку зрения. Да, конечно. То есть мы им даем, допустим, какие-то выдержки из законов. И вот применимо-неприменимо, как вы считаете, почему вы так считаете. Ну очень важно, что у нас в школе обычно применяется знанийый подход. То есть знаешь, не знаешь. Мы хотим сделать компетентностный подход. То есть там, где правильных ответов может и не существовать. Да, то есть если мы говорим про судебное решение, любой суд может ошибиться. Мы не знаем, правильно, неправильно. И поэтому если ребенок обосновал свою точку зрения, то он прав, он молодец. Да, то есть мы не будем их ругать и говорить, ой, вы здесь знаете, неправильно поняли норму материального права. Вот здесь неправильно. Мы будем говорить, да, вот здесь возможно такое трактование. Классно, что вы так подошли необычно к решению этого вопроса. Ну суды тоже занимаются трактовкой? Да, безусловно. В любом случае, потому что нельзя так говорить, там правильное, неправильное решение судья трактовал, он так его и трактовал, такое решение принято. То есть так ведь? Безусловно. Но есть разные документы. Есть национальность международная. Они немножко по-разному тоже бывают, взаимодействуют между судами. Я хочу понять. То есть вы касаетесь только международных норм права? Нет, мы касаемся национальности. Национального российского права тоже присутствуют. Да, то есть это решение Конституционного суда России, постановления или Верховного суда, и национальности права. То есть это Конституция Российской Федерации. Какие-то основополагающие законы, там, я не знаю, может быть, Семейный кодекс, Гражданский кодекс и так далее и тому подобное. То есть мы смотрим разные аспекты, и национальный, и международный. Но уделяем внимание больше международному аспекту, потому что он идет основополагающий. Оттуда многие вещи идут. Из всеобщей декларации прав человека, и европейской декларации и так далее и тому подобное. А как, собственно, будете отслеживать, как вы поймете, что все эти занятия не зря прошли, и ребята действительно чему-то научились, получили какие-то навыки? Ну, во-первых, у нас будет проведено, как я уже сказал, олимпиадный тренинг по правам человека. Там мы посмотрим... Это как раз третий блок, да? Да, третий блок. Там мы вообще посмотрим на то, как школьники на сегодняшний момент понимают права человека, то есть знакомы-незнакомы с явлением, проведем вот этот мониторинг. Так сразу вопрос только хотелось по полуолимпиады. Эта олимпиада будет в каждой школе, вот где вы работаете, отдельно проводиться? Скорее всего, она будет проведена 13 апреля на базе ВИАТГУ. То есть это как бы общее для всех, кто проходил ваш курс, да? И для всех вообще желающих. Вообще для всех желающих. Вообще для всех желающих. То есть можно так просто с улицкой пойти, да? Да, можно сказать, я хочу принять участие, обязательно мы вас примем, дадим вам все материалы, и вы сможете принять в ней участие. Вот, мы будем выдавать, конечно, дипломы, по возможности какие-нибудь призы, подарки и так далее, и тому подобное. Соберителям. Да, и будем стараться к тому, чтобы эта олимпиада давала какие-то баллы при поступлении в ВУЗы. О! Да, то есть до 10... Это возможно? Да, мы с молодежным парламентом... Собираетесь добиваться этого? Да, до 10 баллов КИГ могут давать ВУЗы. Мы считаем, что... Слушайте, это очень много. Это возможно. 10 баллов. Ну, мы считаем, что это возможно, и мы с молодежным парламентом прорабатываем эту тему, чтобы вот кировские ВУЗы, по крайней мере, такую возможность изыскать. А это можно решить на уровне вот общения с ВУЗами местными? Да, это ВУЗы сами решают. Не зацепляя Москву, да? Да, это ВУЗы решают сами. Каждый ВУЗ решает? Каждый ВУЗ решает сам, да. Интересно, вот этот момент очень интересный. Вне зависимости от возраста, да, там можно будет... Да, но там действует больше 4 года. То есть даже если в 8 классе вы выигрываете, то поступай в 11 класс. Нет, я имею в виду, может взрослый человек там заявиться или пожилой человек, ну, ради интереса поучаствовать у меня в Олимпиаде. Ну, если он захочет... Это Владимир про себя говорит, он же так чувствует, что ему надо второе высшее образование получать. Я считаю, что да. Но вам придется выполнять задание или за 8-9 класс, или 10-11. То есть отдельно для вас мы, к сожалению, не сможем успеть разработать. Можно за 1 класс. За 1 класс. Попроще, что-нибудь. Олимпиада тренинг, это вот что за форма такая, если можно конкретнее пояснить опять же. Ну, мы планируем провести перед Олимпиадой тренинг небольшой, вводный, да, рассказать, что такое вот концепция прав человека, рассказать какие-то моменты, которые будут затронуты на Олимпиаде. Это перед Олимпиадой, да? Да, перед Олимпиадой мы планируем провести. То есть это такой интерактив, общение с ребятами, получить в них обратную связь и пообщаться с ними на тематику прав человека. А сама Олимпиада это такая традиционная уже Олимпиада, да? Да, она традиционная. С заданиями, с письменными мы это все выполняем, потом это все проверяется. Единственное, что, наверное, это будет не совсем типичный для Кировской области формат, потому что мы хотим сделать больше заданий с развернутым ответом и, допустим, привести какие-нибудь международные организации, да? То есть вот это, что мы будем не только национальное законодательство брать, но и международные какие-то органы и так далее. Там, например, официальные языки ООН, да? То есть вот будем каким-то образом и на расширение кругозора работать, чтобы у ребят был интерес в дальнейшем самим изучать это явление и вот смотреть эти задания и ответы к ним. По поводу даты Олимпиады вы сказали, скорее всего, до 13 апреля. То есть пока еще стопроцентно нельзя утверждать, что именно в этот день. Да, мы отправили в ВТГУ материалы о том, что мы хотим провести в эту дату. Пока ответа у нас нет. Вот будем думать. Я думаю, что, скорее всего, получится. Но это не значит, что после Олимпиады проект закрывается. После Олимпиады также продолжается и проститис коллекционный блок, и практически игровой. — А вообще подведение итогов проекта, понимаете? Обычно проект имеет какие-то цифровое выражение, условно говоря. — Да, то есть достижение каких-то показателей. — Показатели как качественных, так и количественных. Что бы вы хотели получить и с той, и с другой стороны, и по качеству, и по количеству? Вопрос такой возникает. Как это оценить, успешный проект? — Ну, и вы знаете, если говорить про качество, то мы бы хотели стимулировать и повысить интерес школьников к правозащитной деятельности, к праву и к тому, чтобы... — И опять же, понимаете, меня все время немножко скребет. Дело в том, что русский язык, он же сложный язык. У нас слова «защита» и «охрана» — это синонимы. А правозащитник и правоохранитель, чаще всего, к сожалению, это оппоненты. — Да, это совершенно разное. — Как бы опять, привлекая внимание к правозащитной стороне, вы там уверены, что вас как бы правильно поймут? — Ну, стопроцентной уверенности никогда, наверное, нет. Это было бы глупо так рассчитывать. Но мы надеемся, что да, потому что этим акцентом занимается. Там и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, госпожа Москалькова и Совет при Президенте по правам человека и другие структуры. То есть мы хотим именно показать этот вектор, что у нас там есть история, допустим, диссидентского движения в России, в Советском Союзе, что вот давайте посмотрим на различные явления, вещи, исторические какие-то концепции, на Сталинскую Конституцию 1936 года и так далее. То есть погрузимся в этот мир и посмотрим, как это было тогда, проживем это. И как, допустим, это сейчас. То есть мы хотим повысить интерес не только к праву, но в том числе к правозащитной деятельности. Мне кажется, что это актуально, что это нужно, чтобы люди, дети, школьники, они могли отстаивать свои права, защищать их и, самое главное, не знали о них сами. Извините, я просто немножко так в сторону увел. Вы начали говорить об итогах проекта, ожидаемых. Как бы вот я зациклил на одном моменте. В том числе один из итогов — это повышение участия детей и молодежи в жизни общества. Мы хотим, чтобы это был такой стимул к социальной активности, чтобы люди, если видели, что есть какая-то несправедливость, где-то нарушаются их права или права других, они могли скооперироваться и свои права защитить. То есть это выступить, написать куда-то, сходить и так далее, чтобы социальная активность у них повысилась. Но это понятно, что люди несправедливость чувствуют. Но ведь они получат ли такую практическую основу, чтобы понимать, как выступить в защиту этих прав? — И в чём, собственно, несправедливость? — В чём несправедливость? Человек не чувствует, как выступить на защиту. Обычно уже люди теряются. Куда писать? Кому обращаться? — Да, я с вами согласен. Мы будем стараться это рассказать. И плюсом, возможно, что к нам до июня месяца приедут наши коллеги-правозащитники из других регионов. Они, возможно, прочитают вводный курс по правам человека. И там вот непосредственно будут какие-то эти элементы, возможно, отработаны. Как защитить свои права непосредственно, как понять, что они нарушены и так далее и тому подобное. — Такая практическая более сторона. Вот у нас что интересно. Потому что поговорить-то о правах человека интересно. Как их защищать? Это уже вопрос другой. — Согласен. Но это немножко, наверное, не в рамках школы, не в рамках школьников. Мне кажется, что это уже больше к молодёжи, к другому немножко слою. То есть это может быть уже больше студенты, чем школьники. — Извините, сейчас поймал на мысли. Можно быть докой в международных правилах, в правах человека и так далее, но выйдя из школы ты зачастую не умеешь разбираться с теми же проблемами ЖКХ, да? Или с правами потребителя, когда тебя обвесили в магазине или, не знаю, тухлую тебе рыбу продали, что-то вот. А этому тоже будете учить? Так, в перспективе? — Я думаю, что да. Будем, по крайней мере, стараться. Кстати, недавно в марте, по-моему, 15 марта был Всемирный международный день как раз прав потребителя. Роспотребнадзор этим занимался. Я думаю, что будем стараться как-то это сделать. Поэтому мы взаимодействуем с органами государственной власти, с правозащитными организациями, чтобы они тоже могли нам подсказать, как это лучше сделать. У них опыта у некоторых больше, значительно больше. У того же самого, у системы ООН в России. У них есть материалы, как этому обучать. Если они с нами поделятся, мы будем рады, чтобы это в дальнейшем, в перспективе, мы могли использовать более широко. — То есть вопрос в том, что в мае этот проект как таковой не закончится. То есть вот этот проект закончится, но тема не прекратится. — Да, безусловно, тема не прекратится. Все начиналось не с этого проекта, все начиналось ранее. Я сам в рамках общественного совета приуполномоченных по правам ребенка с 2014 года занимаюсь тематикой прав человека и правозащитным образованием, и гражданским просвещением. И то есть это все идет с 2014 года, мы стараемся это в какие-то проекты вливать и продолжать. То есть эта линия, она, безусловно, продолжится. — А полномочий по правам ребенка в этом проекте участвует каким-то образом? — Мы написали официальное обращение господину Шабардину с аппаратом Шабардина «Взаимодействуем». Приветственное слово будет от Владимира Валерьевича. Я думаю, что он примет участие. Ну, за Владимира Валерьевича я говорить не могу. Да, я должен к ним обратиться. Мы отправили ее полномочию по правам человека в Кировской области, в Российской Федерации по правам ребенка при президенте в Кировской области, в ООН отправили, в Совет Европы, в Российской Федерации в программный офис губернатору Кировской области. Мы постарались максимально широко проинформировать про проект органов власти, чтобы, если у них была возможность, они оказали поддержку информационную и методическую. Если у них возникнет желание, чтобы они пришли на Олимпиаду, выступили с приветственным словом, рассказали, как они это видят и так далее. — Да, вот я подумал, что приветственное слово — это хорошо, но лучше, когда бы рассказали именно о практической стороне дела, как происходит это здесь. — Да, я с вами помню. — Даже, скажем так, не просто приветственное слово, поучаствовал бы в том же, вот у вас, как перед началом Олимпиады будет тренинг, вот в этом же тренинге поучаствовал бы представитель власти, это было бы здорово. — Согласен. — То есть там бы теория с практикой-то сошлись бы в одном месте. — Я с вами полностью согласен, только это, видите, вопрос к органам государственной власти, не всегда у них получается уделить время всем проектам, иногда они предпочитают как-то в письменном виде написать ответ, что вы большие молодцы, продолжайте свою активность. — А, кстати, вот это просвещение, да, лекции, на весь класс это все транслируется или все-таки по желанию? Кто-то может и из 8, 9, 10, 11 классы. — По-разному бывают, по-разному бывают. — По-разному, чаще всего, как это происходит. — На весь класс. — На весь класс, то есть просто конкретный класс, да? — Да, 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 да. Но если мы говорим там про выходные, не суббота, а суббота, а суббота, а суббота, то все желающие, то есть все желающие района, конкретные школы и так далее и тому подобное, они могут спокойно прийти, принять части, то есть доступ свободный абсолютно. — Нечто подобное сейчас и в других российских городах происходит, или мы тут уникальны в этом отношении, Киров? — Ну, проект реализуется при поддержке молодежного правозащитного движения, это международная сеть, они работают не только в России, но в других странах мира, они реализуют подобные проекты в других городах России, но вот это именно проект наш, это проект, который писали мы, писали под себя, то есть мы не взяли чужой проект и не стали его реализовывать здесь как представительство, это именно проект, который как мы видим эту проблему, так мы ее и будем решать, то есть это непосредственно наша инициатива. Но подобные реализуются, насколько мне известно, в некоторых городах. — А вот еще такой момент, или у нас перерыв? — Да я думаю, сейчас мы будем уже Романа отпускать. — Просто момент еще такой возник, вот смотрите, вы начали уже работу, да, вот у вас какая-то обратная связь есть с людьми, да, которые слушают ваши лекции, там, которые участвуют в ваших вещах. — Да, безусловно. — Какая-то корректировка происходит вот по итогам этого? — Да, корректировка происходит постоянно, у нас там есть группа ВКонтакте, то есть к нам кто-то туда обращается, пишет, мы стараемся обратную связь получать, да, то есть понравилось, не понравилось, какие были проблемы, чему уделить внимание. — Вот именно, да, то есть уточнение какое-то, да. — Да, то есть мы именно стараемся не читать просто лекцию, да, а мы стараемся именно взаимодействовать с аудиторией, понимать их проблемы, что им интересно, где какие проблемы возникают, где что-то поподробнее объяснить, и так далее, и тому подобное. — Спасибо большое, успехов. Когда, собственно, будет уже под итог-то подводиться? В конце мая сразу же? — Я думаю, что да. — Ну, я думаю, тогда мы поговорим. — Поговорим уже об этом, в том числе, не только качественных, но и количественных. — Спасибо. — Роман Гараев, член молодежного парламента нашей области, руководитель проекта «Право человека, доступные детям». — Спасибо. — Спасибо. — Ну, финал «Мужского понедельника» на 101.0. Мы тут вдвоем в студии, ну, плюс у нас звукорелесер Денис Князев, Николай Иголиков, Владимир Сметанин. Мы, как обычно, забыли опрос озвучить, который был приурочен к нашей второй теме. — Да, к нашему гостю, Краману Гаряеву. Вопрос очень простой. Рассказывать детям, что такое «Право человека» и два варианта ответа понятных — нужно либо не нужно. — На странице ВКонтакте лидирует вариант «Нужно» почти 80%, ну и 100% голосуют на сайте эхокирова.ру. — Ну что, значит, «Право человека» у Романа нужный? — Да. — Наверное, со школы, простите, из семьи все-таки в первую очередь должны исходить эти вещи, да? Какие-то азы. — Ну вот я почему-то сначала немножко убила эта фраза «Право человека, доступные детям», да? Вот как бы такое разделяется «Право человека» там детские, право юношеские, право взрослые, право. Они, вообще-то, у всех людей от рождения одинаковы. Так ли? — Ну да. — Насколько я помню, да? То есть человек рождается, уже обладает всем комплексом прав. Поэтому, конечно, это происходит, происходить все должно от семьи, в том числе от родителей, которые зачастую, к сожалению, сами имеют мало информации, да, мало информации. — Безграмотно в основном в этом отношении. — Не то, что безграмотно, но просто как бы эта тема никогда не была особо актуальна для страны, вот для нашей, да? То есть у нас права все записаны в Конституции, ну, помнишь, мы когда вели программу о Конституции? — Ну да. — Мало кто, собственно, о них знает, и мало кто понимает, когда они нарушаются, привыкают вот к тому уровню жизни, который есть. Вот так со мной обращаются, так со всеми обращаются, так принято, значит, таковы наши права, понимаешь? — Ну, цель-то, в общем-то, и целом ясна и понятно, да, рассказать людям, проинформировать об их правах, то есть как-то их разбудить, разбудить, сделать их более ответственными за свою... — Ну, проявить, по крайней мере, интерес, да, вот ответственность побольше, да, и смотреть на мир уже немножко другим взглядом, да, то есть вот на самом деле чувствовать вот эту несправедливость, которая возникает. Это, конечно, благая цель. — Хорошо, я думаю, тему можно эту закрыть. Удачи пожелаем организаторам данного проекта, обсудим обязательно по итогам, что было реализовано. Ну, я тут волей-неволей, краем глаза подсматриваю, что же происходит сейчас в Кемерово. Да, ужасная трагедия, еще раз хочется выразить соболезнования родным, близким погибших. Число погибших растет буквально с каждой минутой, ну, вернее, обнаруженных, да, погибших. Я до начала передачи, признаться, успел видео посмотреть. Ну, там было предупреждение, что видео вас можно шокировать. Видео вас может шокировать, по-моему, Медуза выкладывала. Кадры того, как люди выпрыгивают с огромной высоты из окон, это да, это просто, вот, знаете, там видно, что люди либо насмерть разбиваются, либо получают увечья очень тяжелые, но сравнивают, конечно, с произошедшим это все в Хромой Лошади, в Перми, да, в декабре 2009 года. Ну, это не первый, к сожалению, случай, Владимир. И тут хотелось бы еще вот, вот что, на что обратить внимание. У нас почему-то вот такого рода чрезвычайной ситуации считаются, знаешь, как она называется, техногенная катастрофа. Да, вот я хотел обратить внимание на технологию, вот, в мире уже нет такого понятия, техногенная катастрофа, там сейчас говорят, man-made disaster, рукотворное несчастье. Рукотворное, то есть, антропогенное. Рукотворное, это то, что делают люди сами, да, и главной причиной этих несчастья считают не технические неисправности, не что-то еще, а саму систему управления и работы, да, вот, некую систему администрирования. И то, что эти несчастья у нас в стране, к сожалению, будь то там падение самолета, будь то пожар в торговом центре, происходят все чаще и чаще, это говорит о том, что, конечно, вот в системе управления очень сильный сбой, и у нас эти вот рукотворные несчастья, они реализуются. Все-таки зависимость здесь прямая от этого. Потому что сейчас, ну, понятно, сейчас снова мы все прошерстим наши торговые центры. Да и не только. Да, это уже было. Несколько лет назад все это перепроверялось, перепроверялось, казалось бы, да, должны научиться на горьком опыте той же хромой лошади, условно говоря. Вот мы снова имеем то же самое. Ну, глава нашего региона Игорь Васильев, глава администрации Илья Шульгин, они, собственно, да, уже высказались за то, чтобы были организованы внеплановые проверки НТНЦ в нашем городе. Вот как они пройдут там? Так и пройдут. Пришли, проверили, а потом где-то опять что-то случится. Конечно, потому что этот торговый центр новый. Это не здание кого-то старинное там переоборудовано или что-то новое, построенное, то есть он должен был построен со всеми там требованиями, да, то есть там все должно было быть проверено. Там это не старая школа, которую переоборудуют там с 19 века. Но тем не менее это происходит, и причем сразу, как только происходит, все начнят говорить, здесь того-то не было, того, а куда смотрели-то, да. То есть эти проверки, они, мне кажется, опять же будут формальными. Формальными? Ну да. А опять же коррупционная составляющая какая-нибудь? Она, безусловно, присутствует. Сам факт того, что с такими нарушениями торговый центр существовал, говорит о том, что коррупционная составляющая здесь была. Понимаешь? Иначе бы этого просто не произошло, этого бы не было. Не могли такие условия возникнуть, если бы все делалось по правилам. Ужасно, конечно, ужасно. Ужасно так представляешь, что сейчас там происходит. Кстати, Кемерово по населению сопоставим и маскировым, я посмотрел, да. Ну, полмиллиона, чуть побольше. То есть такой же городок, как наш? Да, но он, правда, в два раза побольше по площади. Да, у нас 160 квадратных километров, там под 300, по-моему. Ну, мне кажется, еще и побогаче все-таки. Побогаче. Да, все-таки центр такого края. Да, Кузбасс, уголь и так далее. Ну, понятно, да, про этот торговый центр читаешь, зимние вишни. Подобные объекты есть в нашем городе. Есть, конечно. Мы сегодня как раз перебирали. Сравнимое по площадям и по времени построить. Ну, представьте, в этом торговом центре там и непосредственно магазины и зоны для приема пищи, общепицы, кинотеатры, кинозалов. Ну, как фудкор, ты сейчас называю, да. Фудкор, да, кинотеатры, кинозал, там все это есть. Для приема пищи. То есть такого рода центра, они есть по всей России, в нашем городе, как минимум, несколько таких же точно есть. Почему именно так-то? Вот пока, как говорится, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот пойдут сейчас эти проверки по всей стране, ну, на проверяют, там отчитаются. А пройдет какое-то еще время, и мы будем опять, не дай бог, конечно, но опять будем. Что случится, потому что я говорю, что это системные уже сбои идут в системе управления, вот именно те же, то, что ты говоришь, коррупция, да, она, безусловно, присутствует, какие-то еще вещи, безусловно, присутствуют. И дело тут не конкретно в этом вот здании, да, дело в той системе, по которой эти здания вводятся в эксплуатацию. Эта система существует везде, и везде она дает сбои. То есть ломать надо тут, сейчас найдут виновных. Но уже пишут, что там арестован или не арестован, человек, который монтировал или отвечал за монтаж противопожарной сигнализации, вот сейчас смотрю на ленте эту новость, по делу о пожаре, да, в Кемерово задержан разработчик противопожарной системы, которая не сработала. Которая не сработала, а люди, которые проверяли ее, а не где. Которые принимали это здание, да. Которые принимали это здание, да. Оставили свои подписи, штампы на документах. Там же очень большой спектр контролирующих структур. И понятно, что там говорят, что это малый бизнес, его там не проверяли по каким-то причинам. Но когда здание вводилось, здание, когда вводилось, оно проверяться должно очень строго и жестко. Ну, я смотрю, это частный предприниматель. Ну, таких фирм, этих полным-полно, которые занимаются там монтированием этой пожарной сигнализации. Ну, они все имеют лицензию. Да, все имеют лицензию. Документацию и все прочее. Опять же возникает вопрос. На Казани там, конечно, не сладкое за эти все вещи. Если, не дай бог, что-то случается. Но, ну вот, как бы не нашли, опять козла-то отпущение одного. И все списали на него. Да, и списано-то будет на конкретных людей, на невысокие должности. Вот в то время, как ошибка, это, безусловно, приведшая к такому количеству смертей. Это ошибка системная. Должны лететь головы-то на гораздо более высоком уровне. Мы через минуту будем закругляться. Я предупреждаю нашего зуборежиссера. Ну, вот, да, снова идут сообщения о том, что в ближайшее время, прям вот, возможно, с часу на час может быть принято решение о том, чтобы у нас общенациональный траур был. В дни общенационального траура, как известно, у нас флаги государственные приспускаются, да, на правительственных учреждениях. Отсутствие развлекательных программ. Реклама в эфире. Ну, собственно, рекламы вот у нас сегодня уже нет в эфире нашей радиостанции. Ладно, будем надеяться на лучшее, на то, что не будет таких трагедий и поводов для печали. И такого вот плохого настроения будет все-таки меньше. Спасибо, Николай Голиков. Спасибо, Владимир. Да, Владимир Светанин. Всего доброго. Дневной, простите, мужской понедельник. Мужской понедельник закончен. Завершен, да. В 13.05 будет программа «Особое мнение». Гость Светланы Занько. Сегодня Константин Кропанев. Ажиофинанс. Ажиофинанс. Так что разговор пойдет об экономике, о деньгах будет интересно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин